Дексаметазон для кошек – инструкция по применению. Наилучшим противовоспалительным препаратом является дексаметазон для кошек. С его помощью удастся быстро вылечить домашнего питомца. Это гормональный препарат, который позволит снять воспаление, избавиться от аллергической реакции или артрита. Принимать препарат без предварительного назначения врача полностью противопоказано. Кроме того, его применение показано не только для животных, но и для людей. Показания для применения лекарства. Дексаметазон, дихаметазон используется в ветеринарии и у кошек при следующих проблемах со здоровьем. Бронхиальная астма, экзема, миш-позвоночная грыжа, артрит, бурсит, аллергическая реакция, воспалительный процесс в результате полученных травм, отечность, красная. Волчанка, мочекаменная болезнь, онкологические болезни и прочие заболевания. Дексаметазон, раствор для инъекций, важно. Ветеринары рекомендуют приобрести несколько ампул для домашней аптечки, потому как данный препарат эффективно помогает в риотеке, квинке или анафилактическом шоке, которые могут возникнуть внезапно. Кроме всех вышеперечисленных проблем лекарство применяется, если коран от почечников не выделяет необходимый гормон, но в этом случае. Дексаметазон коту с необходимой дозировкой укола назначает только ветеринар. Большим преимуществом препарата является его универсальность в использовании. Он оказывает первую помощь во время шокового состояния после перенесенной аварии, после падения или при других серьезных травмах. Дексаметазон также выпускается и в форме глазных капель, которые окажут помощь при блефорите, конъюнктивите, кератите и других проблемах. Лекарства в каплях действия препарата Дексаметазон уколы для кошек снимают воспалительный процесс в организме, также обладают противоаллергическим и эммуносупрессивным действием. Во время разрушения клеток организма высвобождаются простогландины, которые и подавляют данное лекарство. Основная составляющая лекарства – синтетический гормон. Он похож на тот гормон, который выделяет коран от почечников и необходим для полноценного функционирования всего организма. Оказывает положительное влияние на эндокринную и нервную систему, на суставы, а также принимает участие во многих физиологических процессах. Одной из главных особенностей препарата является то, что он способен подавлять некоторые виды рецепторов. Именно из-за этого аллергическая реакция начинает отступать, потому как организм животного перестает реагировать на раздражитель. Важно! Инструкция по применению говорит, что дозировка укола дексаметазона для кошек рассчитывает исключительно ветеринарный врач. Лишнее количество препарата может привести к серьезным последствиям. Дексаметазон в уколах применяется именно в таком виде, потому что лекарственный состав быстрее проникает в кровь и помогает справиться с шоковым состоянием, которое возникло из-за перенесенной травмы или аллергической реакции. А вот что касается таблетированной формы средства, то действующее вещество способно всасываться в кровь только на 50%. Инструкция по применению разной лекарственной формы препарата. Чтобы снять воспалительный процесс ветеринары рекомендуют использовать именно этот препарат, ориентируясь на инструкцию по применению. Дексаметазон – дозировка для кошек при разных ситуациях. При анафилактическом шоке дозы на 1 кг веса животного составляет 1,5 мл. При травмах позвоночника 0,5 мл на 1 кг. При инфекционных заболеваниях препарат назначает ветеринар в комплексе с антибиотиками. Лекарство необходимо давать животному только при достижении половой зрелости – это где-то 7-9 месяцев. Раньше этого возраста дексаметазон давать запрещается. Дозировка для кошек рассчитывается только лечащим врачом, исходя из стадии развития воспалительного процесса и других проблем со здоровьем. Как правильно сделать укол? Если необходимо ввести лекарство подкожно или внутримышечно, тогда стоит соблюдать некоторые правила осторожности. Место укола должно быть без повреждений или других явных изъянов, а вот антисептиком обрабатывать не нужно, во время инъекции. Рекомендуется применять инсулиновый шприц, у него игла тоньше, да и лекарство набирать с ампулы намного проще, во время каждого укола. Должен быть использован новый стерильный шприц, категорически запрещается смешивать несколько препаратов в одном шприце. Если у домашнего питомца возникли проблемы с глазами, тогда необходимо воспользоваться каплями. При этом оттягивается нижняя века и в каждый глаз капается от двух до четырех капель. Закапывание проводят два-три раза в зависимости от тяжести протекания болезни. Кроме того, капли используются для лечения ринита и отита. Для линитов каждую ноздрю необходимо закапать по одной капле два-три раза в день, а приотите по три капли в ушную раковину. Важно! После закапывания лекарства в уши домашнего животного пальцами необходимо их помассировать. Выпускается лекарство и в форме мази. Его применяют, например, при артрите. На пораженную область и вокруг нее наносят препарат, втирая его хорошо во верхность. Такую процедуру повторяют до трех раз на день на протяжении пяти дней. Таблетированная форма лекарства применяют очень редко, потому как ее действие очень медленное по сравнению с раствором инъекций, который, минуя желудочно-кишечный тракт, сразу же проникает в кровь. Важно! Запрещается длительное применение дексаметазона, чтобы избежать атрофирования коры надпочечника, потому как орган перестанет самостоятельно вырабатывать необходимый для функционирования организма гормон. Противопоказания и побочное воздействие Если дексаметазон коту в ампулах давать согласно указанной инструкции, то побочного действия возникнуть не должно. Но есть все же несколько противопоказаний в применении проблемы с желудочно-кишечным трактом, гормональный сбой в организме, плохое зрение проблемы с сердцем, аллергия на один из компонентов препарата, сахарный диабет. Лекарственная форма препарата также запрещается применять капли для глаз при вирусных или грибковых поражениях. А так как самостоятельно определить наличие того или иного заболевания невозможно, необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Условия хранения препарата Хранить лекарство необходимо в надежном и защищенном от детей и животных месте. Температура воздуха должна быть не выше 25 градусов. Также можно сохранить жидкость в шприце в холодильнике, но не дольше, чем 24 часа. Важно! Капли для глаз и ушей выпускаются в небольшом флакончике с пипеткой на кончике. После того как препарат был использован, срок его хранения не в таком виде составляет не больше 30 дней. Перед тем как начать применять капли, флакон необходимо хорошенько взболтать. Взаимодействие с другими препаратами лекарственного происхождения. Перед тем как параллельно с дексаметазоном давать другие препараты, необходимо проконсультироваться с ветеринаром, потому как с некоторыми лекарствами совмещать средства запрещается, чтобы избежать негативных последствий, понижая действия инсулиновых препаратов параллельно. Применение с диуретиками способствует быстрому выведению из организма калия при использовании с аспирином приводит к кровотечениям. И язвам давать лекарства в ампулах необходимо только спустя 3 недели после вакцинации животного, потому как он способен угнетать иммунитет животного. Аналоги. Если в ветеринарной клинике отсутствовал дексаметазон, то можно приобрести его аналоги, метипред, дексафорд, преневет, максидекэс. Поскольку препарат может быть применен как на людях, так и на животных, то покупать его рекомендуется в обычных аптеках. Стоимость ампул составит от 150 до 300 рублей, а в форме таблеток немного дешевле, а 50 до 100 рублей цены актуальны на октябрь 2019 года. Закрывающая круглая скобка.